Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 862. Укажите координаты точек А, В, С и Д, если М имеет координату 10. Сравните координаты точек В и С, С и Д. Ну и давайте сначала разберемся. Также, одна клеточка, какой координате у нас будет соответствовать? Между нулем и точкой М, 5 клеточек умещается. И значит, чтобы у нас 10 координат имела точка М, одна клеточка должна соответствовать двойке. И тогда считаем координату точки В. У нас здесь будет между нулем и В умещаться 3 клетки, значит, В будет иметь координату 6. С, соответственно, будет иметь координату… М – это 10, значит, здесь 12, дальше 14, 16. И С между 16 и 18, ровно посерединке, значит, С будет иметь координату 17. Дальше А считаем координату. Тогда 18 мы нашли, дальше 20, 22, 24 будет иметь координату точка А. Ну, а точка Д, соответственно, больше 24, 26, 28 будет иметь координату 28. Дальше нужно сравнить координаты точек В и С. Но можно было даже координаты не искать и сказать, что… Сразу по рисунку видно, что координата точки В меньше, чем координата точки С, потому что точка В лежит левее, чем точка С. Помните, когда проходили координатный луч, сравнивали с помощью координатного луча числа, то число меньше, которое находится левее, или то число, которое левее, оно и меньше. Ну, соответственно, В с координатой 6 будет меньше, чем С с координатой 17. Ну, и С и Д сравниваем С, она тоже левее, поэтому С с координатой 17 меньше, чем Д с координатой 28. Выполнили задание 862. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.